Чтобы не лил слезы крокодили, спустя 20 лет одиночества омского крокодила Гены, он обитает в детском зоопарке, появилась подруга. К нему подселили самку Каймана. О жизни рептилии, в неволе и о том, каких успехов добились специалисты экоцентра в разведении редких видов, расскажет Светлана Еловнарова. Он самый старый обитатель экоцентра. 20 лет назад крокодилового Каймана Гену перевезли в Омск из тульского экзотариума. За это время двухметровый старожил сменил два вольера. Работники говорят, это был один из самых спокойных постояльцев зоопарка. Сутками лежал неподвижно. Посетители даже путали его с чучелом. Зоологам приходилось объяснять, крокодил живой. С появлением подруги Гена стал гораздо активнее. Самку Анфису подарила зоопарку омская семья. Пять лет аллигатор жил в обычном доме, в специальном террариуме. Когда вырос, хозяевам пришлось с ним расстаться. Здесь он жил, но он быстро вырос. Это слишком тесновато было. Негроты и животные, когда тесновато, могут погибнуть. Мы и поддерживать будем отношения. Парни, сыновья мои обязательно туда поедут. Собственно, для этого мы и отдали, чтобы смотреть и радоваться. Специалисты зоопарка сначала боялись знакомить рептилий. Гена, который 20 лет не видел себе подобных, мог агрессивно отреагировать на самку. Но работники рискнули. Анфиса уже прошла необходимый карантин и теперь ждет знаков внимания от партнера. Все перемещения полностью синхронны. Она выходит на берег, он следом. Она в воду и он туда же. Наш оптимизм себя оправдал. Теперь крокодилам могут дать потомство. Это редкость для аллигаторов, живущих в зоопарке, да еще и в небольшом вольере. Но у омских специалистов есть опыт в разведении редких видов. Омский детский зоопарк – одно из немногих учреждений в России, в котором успешно смогли разводить зеленых древесных питонов. В неволе они размножаются крайне редко. Потомство родилось здоровым, растет и крепнет. Вскоре работники зоопарка приступят к размножению тигровых питонов. Сейчас здесь содержится 120 видов животных. В марте начнутся тематические экскурсии. Посетители смогут узнать любопытные факты о жизни самых распространенных существ на планете – беспозвоночных. Светлана Еловнарова, Елизавета Васильевич, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.